В эфире события в студии Юлия Анциферова. Здравствуйте. В начале выпуска коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Юбилей классика мировой музыки Родиону Щедрину в 85. Оперы, балеты, симфонии и множество хоровых сочинений. Творения композитора звучат в эти дни в столице на фестивалях в честь маэстро. Угроза вооруженного конфликта на корейском полуострове как никогда велика. Один необдуманный шаг может привести к плачевным последствиям. Об этом заявил сегодня постпред нашей страны прион Василий Небензе. Заседание Совета Безопасности по КНДР снова прошло в духе жесткого противостояния. Однако некоторых договоренностей достичь все же удалось. Никита Васильев подробнее. Третье открытое заседание Совбеза за месяц и 15-е за год по Северной Корее получилось уникальным. Впервые за 4 года с трибуны выступил поспред этой страны. КНДР не покушается на интересы других стран. И обладание средствами ядерного сдерживания служит лишь целем обороны и защиты мира в регионе. От создания и прогресса стратегических вооружений в КНДР всецело зависит суверенитет и целостность нашей страны. Поспред КНДР возложил ответственность за напряженность на корейском полуострове на США и их союзников. Регулярные масштабные военные учения в регионе воспринимаются как провокации. Свои услуги по урегулированию корейского кризиса уже предложил лично генсек ООН Антонио Гутерриш. Я глубоко обеспокоен опасностью военной конфронтации в регионе. Любые военные действия на корейском полуострове будут иметь опустошительные, непредсказуемые последствия. Начать диалог готов и Вашингтон, если КНДР выполнит ряд условий. Северная Корея должна доказать свое право быть за столом переговоров. Ей необходимо прекратить свое угрожающее поведение. Помимо этого мы не согласны ни на какие предварительные условия со стороны Северной Кореи или других стран. Россия и Китай выступают против такого принуждения к отказу от ядерной программы и настаивают на диалоге. Но договориться пока не получается. На два с половиной месяца тишины со стороны Пхеньяна Вашингтон и его союзники ответили проведение внеочередных, беспрецедентных по масштабам маневров и учений у границ КНДР в октябре и декабре. А также введением новых односторонних санкций и причислением к ее к разряду государств спонсоров терроризма. Все эти шаги заставляют задуматься об искренности заявления о предпочтительности мирных методов урегулирования кризиса вокруг КНДР. Представители Украины, похоже, и вовсе не поняли, куда попали и решили перетянуть одеяло на свою сторону. Российская военная агрессия против Украины, а также систематические провокации ее клиента Северной Кореи спровоцировали опасный дисбаланс. Хотел бы министру Климкину, который выступал сегодня здесь, посоветовать, освещать своим присутствием те заседания Совета Безопасности, где изложение своих легенд о произошедшем и происходящем на Украине будет, по крайней мере, хотя бы в отдаленной степени соответствовать повестке дня этого органа. Благодарю вас. Конкретных предложений по урегулированию корейского кризиса вновь не прозвучало, хотя одно важное решение все же принято. Вашингтон и Сеул договорились не проводить масштабных учений во время Олимпиады в Южной Корее. Никита Васильев, ТВ-центр. Два человека, в том числе ребенок, погибли в результате аварии в Иркутской области. Еще пятеро, среди которых двое школьников, в тяжелом состоянии. За их жизнью сейчас борются врачи местной больницы. Несколько часов назад легковая машина столкнулась с грузовиком на федеральной трассе Вилюй в Тулунском районе. Как сообщили в МВД, учитель физкультуры вез подростков на соревнования на своем автомобиле. Почему администрация школы допустила перевозку детей на личном транспорте преподавателя, сейчас выясняет Следственный комитет. Океанографическое исследовательское судно Военно-морского флота России «Адмирал Владимирский» отправилось в новую масштабную экспедицию. Следующие полгода корабль проведет в крупнейших экваториях мира. Какие задачи предстоит решить ученым в кругосветке, узнала Анна Морозова. По сторонним покинуть судно. Личному составу малый сбор. Построиться на вертолетной палубе. В главной рубке так много провожающих, что капитан судно наконец не выдерживает. Дает команду экипажу скорее готовиться к отплытию. Баковым на бак, ютовым на ют. Несколько месяцев на суше. Это испытание для настоящего моряка. Мы очень рады вновь увидеть море и принести пользу и нашему государству, и стране. Это наша профессия. Поэтому мы и рады. Польза от таких экспедиций поистине неоценима. В результате предыдущей кругосветки адмирала Владимирского в 2016 году на карту мира нанесено около двух десятков новых географических точек. А в море Лапсевых открыт остров Яя, который увеличил территорию суши нашей страны на 450 квадратных километров. Задача четвертой по счету кругосветной экспедиции – обнаружение навигационных опасностей и изучение подводного рельефа дна в Индийском океане. Длина маршрута – 34 тысячи морских миль. Это 60 тысяч квадратных километров. Во время планового ремонта судно оборудовали современным цифровым эхолотом и многофункциональным электронным накопителем информации. Это значительно ускорит составление новых морских карт. Раньше все было по-другому. Эхолот писал все на электротермическую бумагу, на большие рулоны. Все данные записывались в журналы, и потом все это отделом камеральной обработки обрабатывалось значительно более длительное время. То есть процесс после похода и выпуска в новые карты мог занять года полтора. А сейчас? Вот сейчас до полугода. Адмиралу Владимирскому во время плавания предстоит пересечь и пирата опасный Оденский залив Аравийского моря. Экипаж и ученых защищают вооруженное подразделение морской пехоты. Но до крайности не дойдет, уверены, на борту. Мне только уже 40 лет. Как кораблю? Да. Реликвия. Последний взгляд на родной берег. Там остаются ждать семьи, родители, жены, дети. Для них это не первые проводы. В научно-исследовательской экспедиции адмирал Владимирский проведет долгих шесть месяцев обратно. К родным берегам Кронштадта он вернется в мае. А новый 2018 год члены экипажа встретят у берегов солнечного Кипра. Анна Морозова, Александр Плешкин, Сергей Карасев. Северо-западное бюро ТВ-центра. Санкт-Петербург. Обвинения в вмешательстве Вашингтона в национальные выборы все громче звучат из Гондураса. Ночью массовый митинг прошел у здания американского посольства в столице страны. Собравшиеся требуют отставки победившего со спорным результатом действующего президента Хуана Эрнандеса, которого считают марионеткой США. С 13-го года, когда он впервые занял пост главы государства, Соединенные Штаты значительно усилили свои позиции в Гондурасе, закрывая глаза на злоупотребление местной власти, коррупцию и убийство политических оппонентов. В Зеленограде в эти минуты проходят первые городские соревнования по плаванию среди людей с ограниченными возможностями будущие чемпионы. Участие принимает более 100 детей с заболеваниями опорно-двигательного аппарата. Для людей с такими диагнозами проплыть несколько метров уже подвиг, но ежедневные тренировки помогают им достичь высоких результатов. Поддержать юных пловцов приехали знаменитые спортсмены-паралимпийцы. Фестиваль под названием «Добрые люди» проходит в эти дни в Москве. В Манеже представлены самые успешные социальные проекты. Мероприятие проводится при поддержке Общественной палаты России. Его главная цель – показать, что каждый может сделать наш мир лучше. На выставке продемонстрированы работы участников и победителей конкурса «Мой проект. Моей стране». На площадке фестиваля «Добрые люди» также проходят мастер-классы, лекции и интерактивные игры. Неожиданных посетителей обнаружили на взлетно-посадочной полосе аэропорта на Аляске. Во время ночного объезда территории фары автомобиля выловили из темноты двух белых медведей. Застегнутые врасплох нежданные гости поспешили ориентироваться. Это уже не первое проникновение диких животных на поле аэропорта в Бару, в самом северном городе США. В октябре путь с взлетающим самолетом преградил 200-килограммовый тюлень. Несмотря на присутствие людей, уходить он не собирался. Освободить полосу удалось лишь, погрузив животные на сани. И на этом пока все. До встречи. Здравствуйте. С информацией Гидрометцентра России. Вас познакомлю я, Виктория Черникова. Южный циклон направляется на Камчатку и Курилы, обещая им штормовой ветер и сильный снег. На юге осадков меньше и холодно. В Приморье около 15. В Сибири давление падает, поэтому везде снег и ветер. Особенно сильный на севере, там уже заметно теплее, чем положено в эти дни. На юге еще морозно. На Урале минус 5-10 и небольшой снег. На европейской части циклоны поддерживают сырую ветреную погоду с температурой намного выше нормы. В большинстве северных районов около нуля, ноли на северо-западе. А в центре до плюс 7. На юг выходит еще один циклон. Он принесет сильные дожди и ветер в Крым. Там уже не так тепло, как было около 10 градусов. На Северном Кавказе тоже похолодает и осадки сохранятся. В Санкт-Петербурге ноли, мокрый снег. В Москве осадки плюс 5-7, но к вечеру уже до минус 1. Это все о погоде.